На телеканале ИТВ наши новости. Сюди для вас работает Мэри Бадденс. Здравствуйте. О самых ярких событиях сегодняшнего дня поговорим прямо сейчас. Выборы состоялись. Идет кропотливая работа подсчета голосов. О предварительных итогах сообщает председатель избирательной комиссии Республики Крым Михаил Малышев. На Керченском полуострове при строительстве моста найден уникальный фрагмент античного сооружения. Вероятно, здесь проходила одна из основных дорог, связывающих Баспор с другими полюсами Крыма. Первые итоги абсолютным лидером предвыборной гонки остается партия «Единая Россия». Об этом на брифинге журналистам сообщил председатель избиркома Крыма Михаил Малышев. Так, по трём федеральным округам в Республике, да и по всей России партия страны набрала больше всех голосов. Согласно данным избиркома, на 19-м Симферопольском одномандатном округе явка по федеральному списку составила 45,0%. На 20-м Керченском округе по федеральному списку проголосовали 48,88%. А в Евпатории на 21-м округе явка избирателей составила больше 53%. Сегодня в Республике состоится заседание окружных комиссий, после чего будут подведены окончательные итоги появки и выборам по партийным спискам. «Когда будет сводный протокол, он пойдёт, соответственно, в ЦИК России, и ЦИК России уже будет, так сказать, определять, какое количество процентов даст «Единая Россия» в оригинальное деление. Здесь по результатам крымских выборов, какое ЛДПР, соответственно, «Справедливая Россия», и каждая из партий, о которых мы поговорим». Что же касается в целом по России, то, как и ожидалось, с большим отрывом побеждает «Единая Россия». Её партийный список поддержали свыше 54% избирателей. Это даёт 140 мест в Нижней палате парламента 7-го созыва, а ещё 203 мандата «Единая Россия» получает благодаря успеху своих кандидатов в одномандатных округах. Таким образом, всего Единой России 343 депутатских кресла. Подводя предварительные итоги, можно сказать, что у партии власти будет конституционное большинство, позволяющие фракции «Единая Россия» без помощи других сил менять конституционные законы. Окончательные итоги выборов в Госдуму ЦИК России планируют объявить в пятницу, 23 сентября. Руководитель японской патриотической партии Суэкай Митсухиро Кимура оценил качество выборов в Крыму. Рассказал о том, что видел на участках и своём отношении к избирательному процессу на полуострове и проблемах выборов в Японии. Митсухиро Кимура уже не в первый раз приезжает в Крым. На этот раз он наблюдал за первыми в истории полуострова выборами в Государственную Думу Российской Федерации. Японского политика приятно удивила технологизация избирательного процесса на полуострове и отношение к лицам с ограниченными возможностями. Я обратил внимание при участии в выборах в Крыму на то, как всё продумано для лиц с ограниченными возможностями. Предусмотрено голосование на дому с использованием переносных урн. Предусмотрено и всевозможное сенсорное информирование для лиц с нарушениями зрения. Даже звуковое информирование о кандидатах, партиях и так далее. Я считаю, просто великолепно организовано в этом плане. Возможно, даже в Японии нет такой степени технологий для лиц с ограниченными возможностями. Митсухиро Кимура нередко выступал в роли международного наблюдателя и эксперта на выборах в разных странах мира. Он видел множество вариантов качественного проведения избирательного процесса и имеет представление о том, как он должен проходить. В Крыму он наблюдал то, чем не могут похвастаться многие мировые державы. В Японии сейчас основная проблема – это низкая явка. Я не знаю, было ли 50% или нет. Молодежь не интересуется политикой, не ходит на выборы. Я считаю, что это большая проблема. Люди теряют политическую сознательность, перестают ходить на избирательные участки. Кроме того, гость из страны восходящего солнца назвал эти выборы ничуть не менее важными, чем референдум, который проходил два с половиной года назад. Возможность направить крымских представителей в Государственную Думу окончательно показывает. Полуостров полностью воссоединился с Россией, отметил Кимура. Никита Егоров, Служба новостей и ТВ. Типичные аварийные ситуации на дорогах не всегда случаются по вине водителя. Иногда проезду препятствует выбоина или дыра в дорожном покрытии. Куда обращаться в случае аварии, кто должен компенсировать ущерб? Наши корреспонденты подготовили обзорную информацию о том, как себя вести после аварии по вине дорожников. Объезд очередной дорожной выбоины иногда приводит к ДТП. Попасться в ловушку дорожной ямы не составит большого труда. Автомобилисты сталкиваются с такими неприятностями чуть ли не каждый день. Потерять колесо посреди автомагистрали, попав в открытую ливневку, распрощаться с запчастями, которые отлетели после попадания авто в яму и так далее. Мы поинтересовались у симферопольских водителей, кто виноват в аварии из-за выбоины на асфальте. Я думаю, что тот, кто за дорогу отвечает, тот отвечает. Чтобы ухаба бы не было на дороге, тогда, конечно, тот отвечает, тот за дорогу смотрит. Потому что деньги берут за дороги, а кто их делает, тот и должен за них отвечать. Думал, дорожная служба. Спасибо. Ну, эта служба города называется ЖКХ. Вот представляете, а за границей-то вообще дороги принадлежат частным лицам, или компании строительные, которые, и они обещают после постройки сохранять, и дают гарантию на 20, на 30, на 50 лет, и в случае чего выплачивают штрафы, компенсации. Власти. Власти. А кто именно написан власти? Ну, есть же службы дорожной службы. Ситуация в чем? Мы-то должны все это контролировать. И если мы, допустим, видим какую-то выбор в районе, у нас была бы какая-то горячая линия, на которую мы могли бы позвонить и сказать, что вот так и так, вот в такой-то точке в городе есть выбор. Чтобы доказать свою правоту и вину дорожных служб, необходимо выучить простую схему действий. В случае ДТП из-за выбойной или дорожной ямы нужно определить ее размеры, вооружившись рулеткой. Согласно ГОСТу, дефекты на дорожном покрытии не должны превышать 15 см длины, 60 см ширины и 5 см глубины. Опасный участок должен быть огражден. Любые нарушения данных показателей дают водителю право действовать дальше и требовать компенсацию. При составлении схемы, справки о ДТП и протоколах, важно убедиться, что в них правильно указаны сведения о размере ямы, отсутствии дорожных знаков и ограждений, и, конечно же, о повреждениях автомобиля. Также не лишним будет сфотографировать поврежденный автомобиль и дефектный участок дороги, с привязкой к местности, передать фотоматериалы сотруднику ГИБДД и попросить отразить этот факт в протоколе. Необходимо убедиться, что в справке о ДТП нет упоминаний о том, что вы нарушили ПДД. Ответственность за соответствие дорог, установленным требованием, в частности обеспечения бесплатности дорожного движения, возлагается на собственника дороги или на обслуживающую организацию. После проведения независимой экспертизы по повреждению автомобиля необходимо предъявить требования о возмещении ущерба такой организации. При отказе собственника дороги или обслуживающей организации выплатить компенсацию, необходимо обращаться в суд с исковым заявлением. Мы провели эксперимент на одном из дорожных участков Симферополя. Результат шокировал. В качестве примера мы измерим данную яму на этом участке. Вот в ширину, к примеру, это яма 2,8, то есть почти 3 метра. Ширина эта яма 277 сантиметров. Глубина этой ямы более 10 сантиметров. Данный участок ничем не огражден, а результат нашего эксперимента показал, что любой водитель, угодивший в эту яму, имеет полное право получить компенсацию от дорожной службы. Важно быть бдительным. Система обслуживания дорог зачастую как паутина. После вашего визита к дорожникам может стать ясно, что асфальт ремонтировали несколько лет назад, а подрядная организация теперь закрыта. Или же может выйти на поверхность ряд субподрядных организаций и тогда выпутаться из этой системы будет нелегко. Главное найти ответчика. По факту это та самая организация, которая имеет государственный контракт на обслуживание и ремонт данного дорожного участка. К ней и адресовывайте все претензии. Обычно дорожники неохотно идут на то, чтобы возместить водителя ущерб. Однако нужно твердо отстаивать свои права. Естественно, имея на руках все документальные аргументы. Анастасия Калугина, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ. Крыму при строительстве Керченского моста найдены ворота в древнейшее на территории современной России Боспорское царство. Более двух с половиной тысяч лет назад они находились под землей. В прошлом они представляли собой мост через глубокий Кемерийский ров. Были построены кемерийцами и греками-колонистами Крыма, оборонявшимся от непрошенных гостей. Сейчас ученые и археологи тщательно измеряют и наносят на карту каждый камень древней стены, фиксируют и другие находки. Погребения, утварь, монеты и сетилища. Впереди строителей Керченского моста проходит археологическая экспедиция, участники которой и раскопали новый археологический объект. Это часть крепостной стены и крепостной ров, соединяющий две башни. Он датируется примерно первым веком до нашей эры. Это самое крупное земляное оборонительное сооружение. Вероятно, на юге России. Протяженность вала около 35 километров. Он простирается от Азовского моря до Черного и отгораживает восточную часть Керченского полуострова от остального Крыма. Вал древний. Про валы на Керченском полуострове писал первым еще Геродот, пятый век до нашей эры. Точнее, он описывал ров. И привлекал внимание исследователей, начиная еще с 19 века. Многие на нем работали. Первоначально ров был заполнен водой. Однако в первые века нашей эры она ушла, и ров пришлось полностью заложить. Удалось установить, что для этого использовали камни из поселения, уничтоженного в результате пожара. На месте рва построили мост, который в определенный период был центральным въездом государства полис Баспор. Свою находку ученые уже окрестили Баспорские ворота. В руке я держу этот фрагмент черепицы синопской глины. Я знаю, что она синопская по ее структуре. То есть это импортная черепица, которую привезли из Синопы. Это полис в Малой Азии, современная Турция, с которым Баспор связывали активные торговые отношения. Теперь по этой территории должен пройти магистральный газопровод, который протянется с материковой России на полуостров через будущий Керченский мост. Это не совсем хорошо, уверены археологи, ведь ворота опять будут засыпаны. А между тем объект не имеет себе равных. Никогда прежде ни в Крыму, ни в России такого не находили. И он вполне заслуживает того, чтобы его отреставрировали, взяли под охрану и сделали туристическим, считают археологи. Вероятно, в какой-то исторический период Узунларский вал являлся границей Баспорского царства. И, вероятно, здесь проходила одна из основных дорог, связывающих Баспор с другими полисами Крыма. Это государство существовало, начиная с 5-го, как минимум, а то и ранее, и вплоть до 4-го века нашей эры, около тысячи лет. Его границы менялись. В какой-то момент, вероятно, граница проходила здесь. Ученые уже обратились в соответствующие инстанции с просьбой изменить проект строительства газопровода и сохранить Баспорские ворота, сделав их туристическим центром. Дарья Костенко, Служба новостей и ТВ. Пополнение в зоопарке «Сказка». Маленькая зебра появилась ночью после выборов. За совпадение с историческим событием получила необычное имя «Дума». Директор зоопарка и парка «Львов-Тайган» Олег Зубков уже в который раз дает своим подопечным зверям подобные нестандартные клички. Он может похвастаться двумя тиграми. Их имена «Референдум» и «Весна зебры России». Теперь их компания пополнилась и «Думой». Сейчас малыш чувствует себя хорошо и уже уверенно стоит на ногах. За ним заботливо ухаживают родители и работники зоопарка. Зубков специально дает своим животным подобные знаковые имена. Во-первых, не приходится долго думать, когда есть подобный календарный повод. Во-вторых, такие звери становятся живыми памятниками важных исторических событий. Во второй части выпуска не пропустите. Зрелищное шоу, восторг и экстремальное ощущение. В Керченском проливе завершился второй фестиваль водных видов спорта «Крымский мост». Керченский пролив – это одно из лучших мест для гонок. Почему? Потому что здесь образуется труба и почти всегда есть ветер. Массовое венчание в одном из красивейших соборов Крыма в честь святых супругов Петра и Февронии в столице полуострова овенчалось 12 пар. Все никак не могли собраться. Ну и тут узнали, что такое событие будет все городское. Вот решили прийти. На плавсредствах вдоль российской стройки века. 60 спортсменов, профи из разных уголков России, управляя катамаранами и кайтами, проплыли все объекты строительства Керченского моста. Такое экстремальное шоу в Черном море устраивается уже не впервые. Дебютный заплыв прошел в прошлом году. Именно тогда было решено сделать соревнование регулярно. Ему даже присвоили статус фестиваля водных видов спорта и название «Крымский мост». Трио из Москвы участвует в подобных заплывах уже не впервые. Капитан на борту Иван Федоров, он потомственный яхтсмен. Любовь к водным видам спорта участнику привил отец. Именно на семейном досуге и появилось чудо спортивной техники – катамаран, собранный москвичами собственноручно. Так плавать интереснее и безопаснее. А для того, чтобы соблюсти все необходимые меры предосторожности перед выходом в море, судно тщательно проверяется всеми членами экипажа. С моего рождения отец этим занимается, именно постройкой катамаранов. Именно это его конструкция. И считается, что эта конструкция, она оптимальна для соревнований, для парусных походов. Мысли о том, что женщина на борту к несчастью – стереотипы, убеждены участники из Москвы. Именно поэтому среди членов экипажа Ольга Амельченко. Она выступает лишь первый год, но уже делает определенные успехи в искусстве управления плавательным средством. А способствует этому спортивная сноровка. Ольга – профессиональная акробатка. Попробовав себя в водных видах спорта, участница твердо решила не только попасть на Олимпиаду, но и выиграть ее. А пока постигает азы гонок на катамаранах. Мне очень нравится. У меня сейчас вот третьи гонки. И с каждым разом я понимаю все больше. У меня очень хорошие учителя, очень опытные. И если занимаешься парусами, в них невозможно не влюбиться. Прошлогодние и нынешние фестивали совершенно разные. В дебютном было на порядок меньше конструкции. Соответственно, отличается и маршрут гонки. Ее старт на Оршинцевской косе. В целом, 50 участников из Крыма, Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова, Воронежа и Новосибирска проплыли дистанцию 30 километров. Они преодолели путь из Керчи на Тамань и обратно. В заплыве поучаствовали призеры и чемпионы международных турниров по экстремальным видам спорта. В прошлом году лучшим в заплыве кайтеров оказался Максим Федоров из Санкт-Петербурга. Он сумел пройти дистанцию меньше, чем за час, за 53 минуты. Керченский пролив – это одно из лучших мест для гонок. Потому что здесь образуется труба и почти всегда есть ветер. Даже если нулевой прогноз, тут в день хотя бы на 2-3 часа что-нибудь дунет. Поэтому, конечно, всем рекомендуем ехать сюда, тренироваться. У нас есть возможность пройти вдоль стройки, посмотреть, как строится мост. Это стройка века. Там столько кранов. Я не знаю, видели ли вы на фотографиях. Фестиваль «Крымский мост» длится неделю. За это время организаторы зафиксировали новые рекорды. В рамках заплыва участников ожидало пересечение пролива на скорость. Помимо гонок на кайтах и катамаранах, зрители на обеих берегах могли посмотреть на состязания винтсерфов и водных мотоциклов. Возможно, фестиваль будет проходить и после сдачи моста в эксплуатацию. Тарас Бризиский, Служба новостей и ТВ. В Симферополе прошло массовое венчание в кафедральном Александроневском соборе в честь святых супругов Петра и Февронии. Чудотворцы прожили тяжелую, но полную преданности и любви жизни. И по сей день являются ярким примером простого семейного счастья. В памятный день 12 пар еще раз скрепили свой союз. Теперь уже по православным меркам и доказали искренне своих чувств друг к другу. История вечной любви Петра и Февронии написана талантливейшим автором 16 века Ермолаем Еразмом. Повесть гласит, супруги жили счастливо в любви и преданности и умерли в один день. А все началось с необычного видения. Петр тяжело заболел и ничто не помогало ему. Он готовился к своей кончине. Во спасение ему приснилась Феврония. Тогда еще девушка, живущая в соседнем селе. Только она могла исцелить его. В качестве платы за лечение девушка попросила, чтобы князь женился на ней. На что Петр долго не мог решиться. Ведь он был князь, а она просто людинка. Но любовь взяла верх. За благочестие, мудрость и доброту у Февронии Петр женился на ней. Простую крестьянку не излюбили бояре. Пару изгнали. Но вскоре народ потребовал, чтобы князь вернулся вместе со святой Февронии. Пара со смирением возвратилась в свой город. После чего они правили долго и счастливо. Соблюдая все заповеди и наставления Господней безупречно. Сегодня многие пары желают обвенчаться в день почитания этих святых. Ольга и Владислав не стали исключением. Давно собирались, еще после официального бракосочетания. Все никак не могли собраться. Ну и тут узнали, что такое событие будет все городское. Вот решили прийти. И не зря пришли. Мы ни о чем не жалеем. Огромное большое спасибо городу за такое. Теперь рассказывают супруги. Можно и о пополнении подумать. Это уже следующий этап отношений. Заветным желанием в ближайшем будущем они и планируют обратиться к святым Петру и Февронии. Между тем чудотворцы прославились благочестием и милосердием. Были ли у них дети, устное предание не донесло сведения об этом. Святости они достигли взаимной любовью и хранением брака. Ведь именно в этом его смысл и назначение. Василий и Елена в браке уже 32 счастливых года. С нашей съемочной группой пара поделилась секретом прочных отношений. Главное это не просто слушать, а слышать друг друга. Мне кажется, что это очень важно. Но единственное, что нужно проверить молодым сначала. Действительно им хочется всю жизнь прожить вместе. Потому что на второй день бежать точно нельзя. Даже батюшки говорят, что лучше позже, чем раньше. Петр и Феврония исполняли все обеты перед друг другом. Последнее обещание супругов – умереть в один день. Несмотря на то, что в конце жизни они приняли монашество, обещания сдержали. Скончались в один день и час – 25 июня 1228 года. Каждый в своей келье. Похоронили святых супругов вместе в одном гробу. Около соборной церкви Рождества Пресвятой Богородицы. Дарья Костенко, Борис Давидяк, Служба новостей и ТВ. В столице полуострова прошел благотворительный молебен о спасателях МЧС России, посвященный празднику иконы «Неопалимая Купина». Крымские спасатели и огнеборцы с особым трепетом относятся к этому празднику и к этой иконе, ведь она всегда считалась хранительницей от пожара и защитницей не только всех прихожан, но и пожарных, несущих нелегкую и опасную службу. Христианство «Неопалимая Купина» стало прообразом Богоматери, символизирующим непорочное зачатие Девы Марии. Икона Богоматери изображается в виде восьмиугольной звезды, состоящей из двух острых четырехугольников с погнутыми концами. Один из них красного цвета, напоминающий огонь, другой зеленого, указывающий на естественный цвет купины. В середине восьмиугольной звезды, как бы в Купине, изображена причистая дева с младенцем. Праздник в честь нее был установлен в 17-м столетии. Ежегодно всероссийские пожарные почитают икону Богородицы. «Эта икона Божьей Матери, она из таких, так сказать, немногих, перед которой молятся именно от разных стихийных бедствий, от запалений, от техногенных разных кадастров. Поэтому этот храм здесь стоит, и именно освящен был митрополитом Лазарем, в честь иконы Божьей Матери Неопалима Купина. Она перед этим образом с древних времен молилась во время грозы, во время засухи. С этим образом Божьей Матери обходили поля, просили, чтобы Господь по молитвам Капри Святой Богородицы дал дожди благовременные». Наиболее прославилась икона Божьей Матери Неопалима Купина в помощи при пожарах. Найдено немало фактов в истории, дошедших до наших дней, о чудесных случаях спасения от молнии и огня. Помогает она и в службе. Взаимодействие крымских священнослужителей и чрезвычайного ведомства уже стало доброй традицией. «Мы здесь молимся, конечно, о наших спасателях, потому что, к сожалению, постоянно происходят какие-то чрезвычайные ситуации, какие-то пожары, и абсолютно разные выезды у спасателей происходят. И, конечно, мы за них всегда переживаем, молимся, и призываем и в этот день, и всегда, чтобы и эта икона Божьей Матери в этот день, чтобы мы еще и еще раз задумались над тем, как мы относимся к природе, к окружающему нас, данному Богом, миру». Моливны прошли в 50 храмах республики и во всех пожарно-спасательных подразделениях полуострова. Священнослужители провели праздничное богослужение с освящением пожарно-спасательной техники. Дарья Костенко, Служба новостей и ТВ. С новостями спорта вас познакомит Тарас Брезицкий. А я с вами прощаюсь. Всего доброго. Поединки с утра до позднего вечера так активно вступили в новый спортивный сезон крымские кикбоксеры. В Симферополе завершился розыгрыш Кубка Республики. К турниру тренеры готовили своих подопечных в щадящем режиме, ведь сейчас главное для спортсменов набрать форму после летних каникул. В боях поучаствовали представители всех возрастных категорий, причем уже на старте сезона. Количество претендентов на медали превысило прошлогодний показатель. Мы решили перед чемпионатом Крыма, чтобы все прикинулись после лета, посмотрели кто как готов и как подготовиться уже к отбору в сборную Крыма. Борьба кикбоксеров проходила в разделе Point Fighting. Это один из наиболее сложных и вместе с тем популярных видов единоборства. Тут не увидишь эффектных ударов ногами и руками, ведь акцентированные попадания запрещены. Бой нацелен на точечные удары, своеобразные уколы. Он носит прерывистый характер, ведь после каждого такого удара судьи останавливают бойцов, чтобы добавить спортсмену балл. А продолжается схватка строго по команде Fight. После каждого попадания происходит остановка и оценка действия. После каждого четкого попадания. То есть здесь идет как шахматы, кто кого перехитрит. Здесь больше работа на скорость, на резкость, чем на жесткость. Выигрывает тот, кто хитрее, быстрее, кто попадает и не дает попасть в себя. Отдыхать крымские кикбоксеры будут недолго, а чуть больше, чем через месяц. Их ожидает соревнование значительно выше рангом чемпионата республики. По его итогам будет сформирована сборная для участия в первенстве России. В этом сезоне у местных спортсменов будет определенное преимущество, ведь слет сильнейших кикбоксеров страны зимой, накануне Нового года, примет Алушта, которая в два предыдущих сезона стала одной из баз подготовки национальной команды России.